у каждого потому что любовь к этому напитку в нашем народе она как бы существует и может быть мы не чемпионы как например немцы или чехи но мы тоже любим любим что что мы любим пить пить мы любим пиво и поэтому я подумала увидев фотографию одного из своих друзей который имеет лишний вес наверное индекс массы тела имеет 40 то есть у него килограмм 20 лишних как он сидит с бокалом пива веселый классный и получает удовольствие я подумала что он в принципе имеет право получать такое удовольствие пиво такой хороший вкусный напиток он кстати полезный но приносит какие-то опасности в нашу жизнь ну и для того чтобы интересно было я освещу вопросы которые задают обычно аудитория на эту тему но просто скажу что когда мы говорим о пиве мы говорим что это продукт брожения и это значит что пивной напиток содержит какое-то количество алкоголя и при этом это легкий алкоголь и в общем он позволяет проводить приятное время без тяжелых последствий например если мы сидим за столом и есть водка и коньяк то лучше выбрать пиво или вино так вот давайте говорить о пиве в чем проблема пиво отличается от крепких напитков тем что мы сделали его повседневным употреблении и даже есть реклама где отмечают свадьбу бокалом пива на самом деле я не знаю насколько это реально но я пью пиво и любой мужчина пьет пиво и вопрос пьет или бухает это как бы ключевое ключевая тема и поэтому сразу я скажу что пиво вот будут вопросы но прежде чем отвечать на них я всегда упомяну что пиво это интересный напиток который содержит а алкоголь скобках значит дополнительные калории б вещества которые похожи по химической структуре на фитоэстрогены получать что такое фитоэстрогены вообще что такое эстрогены эстрогены это женские половые гормоны которые приходят к женщинам и я даже знаю известных блогеров женщин которые считают что пиво им полезно как женский содержащий женский половой гормон напиток это кстати миф вот но мы скажем что фитоэстрогены они всегда в противовес тестостерону мужскому половому гормону меняют здоровье мужчины так что что-то происходит в организме я буду сейчас рассказывать о том что происходит в мужском организме когда он получает пиво и все эти эффекты возникают благодаря этим фитоэстрогеном эстрогеном это женские половые гормоны которые всегда работают в противовес мужским половым гормонам ну вот первый смотрите первый результат того что мы пьем пиво это что у нас в организме появляются фитоэстрогены мне это не страшно а мужчине как бы не очень потому что мужская потенция тестостероновые проявления они провалятся и второй момент то что пиво приносит калории условно говоря как с любым алкоголем а мы кушаем чипсы или какую-то еду мы всегда имеем потенциальную опасность нарастание веса что такое нарастание веса как бы у всех по-разному происходит пополнение этого веса но у мужчины как правило растет что живот и грудь причем механизм увеличения объема груди да делитесь прямым эфиром это эфир про мужскую потенцию и пиво лайкать и делитесь чтобы нас видели так вот вот это два увеличения живота и груди они совершенно разнотипные живот у мужчины увеличивается потому что ожирение по мужскому типу приведет к отложению жировой ткани на верхней части туловища а грудь увеличивается не потому что жировая ткань откладывается в груди а потому что эстрогены женские половые гормоны влияют на зачатки активной молочной железы которые есть у мужчин тоже и это означает что фактически у мужчины начинает расти грудь а и мы можем говорить о том что мужчина с большим животом пивным употребляющий пивом получает так называемую настоящую женскую женскую половую идентификацию женский половой признак развитую грудь делитесь прямым эфиром сейчас прямой эфир посвященный пиву жизни мужчин и разным его эффектам ну в начале того что я расскажу хотела бы сказать что существует я на эту тему написала пост пять скрытых опять опасностей употребления пива давайте сначала про положительные моменты в пиве есть витамины группы bm пиво это условно натуральный алкоголь пиво утоляет жажду пиво приносит легкое расслабление и немножко охлаждает жару и собственно пиво это компания пиво это положительные эмоции я люблю пиво так вот а какие же скрытые моменты связанные с употреблением пива давайте скажем так что из-за того что пиво типичный алкоголь в большом или малом количестве как алкоголь пиво будет так или иначе разрушать головной мозг но повреждать нервные клетки головного мозга и нужно заметить что любой алкоголь может делать это агрессивно вот мы отмечаем на утро может болеть голова при большом количестве принимаемого алкоголя может нарушаться походка могут быть мозжечковые расстройства могут быть изменения как это называется критического аналитического мышления все это проявление практически типичного влияния алкоголя на организм любого человека не только мужчины это первые первая проблема вторая проблема в том что психологически пиво может вызывать зависимость даже если вы очень сдержанный человек но если употребление пива входит в привычку то привычка порождает нарастание дозы и вот нарастание дозы она в пиве не очень безобидная потому что как правило нарастанием дозы является второй бокал второй бокал это удвоение дозы и удвоение калорий и удвоение количества женского полового гормона при которых приходит в мужской организм поэтому нарастание дозы которая кажется из подваль происходит приносит значительные изменения в организм мужчины и первая жалоба которую озвучивает мужчина лайкайте и делитесь прямым эфиром мы говорим о пиве в жизни мужчины о том как она влияет на мужчину так вот скажем что первая жалоба которую будет озвучивать мужчина у которого есть высокие концентрации женского полового гормона в организме это жалобы на потенцию не на увеличение молочных желез не на увеличение предстательной железы а на то что потенция начинает разваливаться на самом деле возникает слабость эрекции возникают преждевременные семи извержения и преждевременно это значит короткий половой контакт вялость редкое половое возбуждение короче ничего хорошего дальше мы скажем что временем что пиво как любой алкоголь может вызывать некие проблемы в семейных отношениях потому что у нас так повелось что компании пьющие пиво это мужские но не смешанные про женские компании мы не говорим мы говорим о футбольных компаниях мы говорим о релаксе каком-то мужском сообществе и поэтому мы скажем что психологически мужчина который регулярно употребляет пиво возвращается поздно и отсутствует в отношениях со своей женщиной всегда будет получать как минимум недовольство и то это если женщина слово такое есть если женщина рефрактерная то есть ей все равно как бы или если такое есть толерантное есть такое слово когда женщина в общем разумно спокойно условно относится к этим вещам однако женщина вряд ли будет спокойно относиться к вещам что ее обделяют внимание но если у мужчины будут нарушения потенции если у него начнет расти грудь и он начнет набирать в весе конечно обратить внимание на то что скорее всего такие изменения происходят из-за пиво вот это такие общие общие постулаты и хочется сказать и ответить на очень часто задаваемый вопрос какое количество пиво можно считать безопасным чтобы мужчина пил вот это без повреждения на самом деле в учебниках нету клинических рекомендаций но есть приблизительные ориентировочные дозы вот эти дозы говорят что ориентир это где-то максимум пол литра пива вечером но на самом деле пол литра пива это приличное количество калорий это значит что человек должен остаться быть без завтрака и остаться без ужина и завтра быть без завтрака потому что количество калорий которые приносят пол литра пива это серьезная и значимая тема так вот я теперь посмотрю и поотвечаю на вопросы которые часто мне задавали мужчины в связи с с пивом с употреблением пива с вредностью пивом и так далее значит ну обычный обычные вопросы секунду ну люди хотят знать же не только вред но и пользу поэтому вот как я уже сказала пиво содержит витамины б-1 и б-2 вот антиоксиданты пиво вкусно и по и является естественным напитком поэтому вот в этом собственно и есть его плюсы вот только что я сказала про это но теперь хочу сказать про количество пива а кому нельзя пить пивом на самом деле это не то что медицинское противопоказание очень легко в зависимость падают подростки и поэтому вот регулярные привычки употребления пива это запрещение вот в такой провокационной юношеской группе потому что дальше ну вот у нас растущий подросток будет увеличивать калорийность своего питания будет поправляться у него в раннем возрасте появятся женские половые гормоны также насчет начнет расти грудь а это приведет к целому ряду проблем в том числе и проблемой проблемам с молочной железой поэтому подросткам нет нет пока не нет почему женщинам полезно пить пиво давайте я скажу так женщинам не полезно пить пиво потому что пиво приносит им полезно в малых количествах не по пол литра вечером но пиво принося эстрогены в организм женщины если женщина обеднена эстрогенами она приносит некий терапевтический эффект однако никаких доказательств прямых не существует потому что для того чтобы статистически доказать что женщина у которой есть недостаточность женского полового гормона должна каждый день принимать условно 250 миллилитров пива нужно сделать чистую выборку и провести статистику статистика не получается поэтому очень вопросительно так что убивает пиво это неправильный вопрос который дурацкий мне написали я скажу не так у пива есть серьезный отрицательный момент пиво влияет как любой алкоголь на функцию печени повреждая целый ряд изменяем обменных процессов печени а как легкий алкоголь употребляется регулярно это означает что потенциально не буду я пугать говорить что пиво от пива возникнет цирроз печени но я скажу что мы все знаем о том что существует пивной алкоголизм пивной алкоголизм констатируется если мужчина употребляет больше одного литра пива ежедневно все все это пивной алкоголик поэтому совсем и дальше вытекающими последствиями алкоголизма поэтому вот не я не могу сказать почему она убивает а скажу что вот в чем на ху есть вредоносность так почему от пива растет грудь вот я еще раз акцентирую почему растет пиво грудь не у женщин а у мужчин потому что мужчин есть ткань молочной железы ткань молочной железы находится в закладочном состоянии в зачаточном но учитывая то что фит фитоэстрогены женские половые гормоны подобные женским половым гормоном вещества содержится пиве если мужчина пьет пиво регулярно и зачаточная ткань молочной железы начинает развиваться и кстати вот нужно сказать мне мелькнула мысль про по поводу эстрадиола вообще можно написать знак равно между пивом и эстрадиолом потому что существует двойной механизм как в организме мужчины нарастает уровень женского полового гормона вообще первый путь очень простой он просто приносится с напитком ну вот просто мужчина выпивает пиво в нем содержится фитоэстрогены то есть вещества похожие на эстрадиол а дальше второй механизм и он более сложный например мужчина полнеет он получает дополнительные калории у мужчины появляется женский половой гормон путем вот этого пивного употребления и плюс такой резерв амбар с жировой тканью вот этот амбар склад жировой ткани это такая лаборатория в этой лаборатории тот мужской половой гормон который будет образовываться в яичко и который должен выполнять функцию тестостероновую половой активности и так далее вот в этой жировой ткани тестостерон будет ароматизироваться с помощью специального фермента ароматации и тогда скажем давайте подсвечусь пока и тогда мы скажем что получается что в мужском организме на фоне приема пива запускается два механизма гиперэстрогении нарастание уровня женского полового гормона за счет того что фитоэстрогены с напитком приходят в организм и за счет того что эстрогены чистые формируются из тестостерона то есть у мужчин автоматически падает уровень мужского полового гормона тестостерона и нарастает уровень женского полового гормона все как бы ларчик закрывается мы говорим о том что впадаю в зависимость мужчина наращивает дозу мы говорим о том что на фоне наращивания дозы увеличивается калорийность употребляемых продуктов ну вот напитка дальше мужчина заходит в зону ожирения и дальше мужчина заходит в зону гиперэстрогении и вот то с чего мы начали прямой эфир гиперэстрогения которая проявляется в росте молочной железы плюс пивной животик вот так выглядит классический пивной мужчина и на самом деле первое место занимает чехия по употреблению пива и по гиперэстрогении у мужчин чехия занимает также первое место поэтому говоря о том что может что может страдать от употребления пива мы скажем о том что на первом месте будут стоять мужские качества потенция либидо потому что редкое половое урежение половой жизни за счет снижения качества половой жизни за счет неудач которых мужчина будет бояться за счет оборванных половых контактов за счет ссоры разрушенных отношений будет приводить к такому вот тяжелым последствиям в семейной жизни вот такие параллели такие конечные итоги ничего хорошего в принципе в конечном итоге при наращивании дузы нет в завершение скажу что вот на самом деле я просто попыталась акцентироваться на то каким последствиям может приводить бесконтрольное употребление этого прекрасного напитка и не буду больше кидать камней в пиво а скажу что давайте мы скажем что основная проблема лежит не в пиве а в голове у человека который его употребляет потому что умеренное употребление никому никогда не вредило и контролировать эту ситуацию в состоянии человек и поэтому я хочу пожелать вам хороших вечеров с пивом хорошего футбола с пивом и в голове меры и тогда будет здоровье хорошее настроение и удачи всем удачи